Добрый вечер, дорогие телезрители! С вами программа Резюме, я ее ведущий, Владимир Панфилов. Вот эта огороженная клумба на площади Ермолова несколько дней подряд была инкогнито. И только сегодня здесь, на этом заборе, появилась табличка, на которой сказано, что все-таки здесь идет стройка памятника генералу Ермолову. И даже указана дата открытия памятника 27 июля. И за забором снова идет стройка. Невзирая на протесты общественности, областная власть решила во что бы то ни стало пропихнуть свой проект памятника Ермолова. Но, однако, протесты все-таки возымели действие. Нам даже показали макет памятника, правда, вот в таком вот виде. И даже назвали фамилию воятеля, который застенчиво таился из суеверных соображений. Аравиль Юсупов, а именно так именуют автора, даже дал интервью, в котором заявил, что никакой документации ни мэрии, ни городскому совету предоставлять не собирается. Мол, не они ему платили. Удивичное жлобство. Если бы госпожа Лыгина на свои деньги решила поставить расписной нужник на огороде у гармаша, то флаг ей в руки провозь навстречу. Но в данном случае ставится монумент на века. Вот внезапное явление горожанам скульптора с кстерокопией его макета общественность как-то не успокоила. Союз архитекторов, например, позавчера сделал заявление, в котором говорится, что архитектурная общественность города в полном недоумении по поводу начала строительных работ по якобы установке памятника генералу А.П. Ермолову на одноименной площади. Далее по тексту, учитывая исключительную важность объекта не только для Орловской области, но и для всей России, считаем необходимым срочно остановить производство работ. Конец цитаты. Ну, подумаешь, какие-то там архитекторы. Выбор за нас всех сделала ректор Института торговли Нина Выгина. Сотоварищи. Она же председатель общественной палаты. Вот удивительно. Но не только рядовые члены палаты, но и члены совета не в курсах лыгинских инициатив. Кстати, по поводу средств на памятник тоже есть некоторые сомнения. Поэтому в общественную палату ушел запрос с требованием отчитаться о количестве собранных денег, а также из каких источников средства поступали. И чего всех волнует тот факт, что вот, например, в Пятигорске подобный памятник Исупов своял за 5 миллионов рублей. А Орловский, Лыгинский обошелся нам аж в 11. Как говорится, почувствуйте разницу. Кстати, тоже всех волнует вопрос, входит ли монтаж и установка памятника в эти 11 миллионов. А если не входит, то из каких средств она производится. Вот, может, прокуратура нам поможет понять, как и от кого собирались средства, и на каком основании ими распоряжались. Еще один славный представитель торговли с заучным образованием, то есть Марина Ивашина, которая ныне заведует изящной словесностью прогубернаторских СМИ, развернула информационную кампанию о якобы защите памяти Ермолова от набадок злобных оппозиционеров. Но прикрыть патриотизмом эту мутную историю вряд ли удастся. Да и какой уж тут патриотизм, если Александр Козлов до сих пор уверен, что ездит на работу по Крымскому мосту. Вот смею вас уверить, что Ермолов в защите не нуждается. Лично я за памятник генералу, и, возможно, даже за представленный нам макет. Вот только мои вкусы, как и вкусы, например, Игоря Гармаша, не должны быть определяющими. Есть указ губернатора о проведении конкурса. Указ никто не отменял, и там четко прописано. Объявить открытый всероссийский конкурс на лучший проект памятника. Далее, утвердить положение проведения открытого всероссийского конкурса на лучший проект памятника. И далее, принять к сведе, что Министерство культуры РФ оказывает содействие в проведении и участии в работе жюри. Завтра, в 5 часов вечера, на площади Ермолова состоится пикет с требованием выполнить указ губернатора в полном объеме. Ведь гармаши и прочие Ивашины обязаны соблюдать законы, указы и распоряжения. Они всего лишь чиновники, сверхщедрые содержания которых мы оплачиваем из собственных карманов. Они приходят и уходят. А памятники должны стоять веками. А теперь послушаем мнение горожан. Вопрос сложный. Не знаю, может быть, коррупция у нас присутствует в основной момент. Только из-за этого, мне кажется, в любом государстве люди должны быть в равных условиях перед законом. Уж очень эта коррупция далеко зашла. Очень далеко. Поэтому никто сейчас, с любого к власти, он ничего пока не сделает. Не сможет, не в силах он сделает. Я считаю так. Если бы я знала, если бы вы знали, то, наверное, бы что-то делалось. Не знаю, что надо делать. Надо, наверное, чтобы новое поколение выросло, которое вообще ко всему этому относилось бы несколько иначе, чем относится наше поколение. Мы уже, наверное, смирились. А вот вы должны бороться. На этом, пожалуй, все. До встречи завтра в 5 часов вечера на площади Ермова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова